Приветствую вас! Позвольте мне развить идеи моего коллеги Кудрышева Игоря Леонидовича и сказать вам, что сам ваш вопрос, который вы задаете, вот вы пишете, да, как вам быть с гражданским мужем. Сам ваш вопрос, который вы ставите так, таким образом, он уже говорит, к сожалению, о том, что вы относитесь к своему мужу, в некоторой степени, по родительству, в некоторой степени, вы относитесь к нему именно как к ребенку. Понимаете, если у вас есть чувство, да, к нему, вот, если у вас действительно есть к нему чувство, то по идее, по идее, вы принимаете его, своего мужа, таким, да, какой он есть, по идее, вот. Понимаете, какая история? У меня нет чувства, у меня нет чувства, что вы его принимаете таким, какой он есть, вот. Понимаете? Если вы его действительно любите, к примеру. Понимаете? Вот это, это, то, что я хотел вам сказать. Первое. Дальше. Вы пишите знакомы с ним больше трех лет, большинстве случаев он был в отъезде, у нас была любовь на расстоянии, звонки, смс, видео, тщательно, до встречались, проводили вместе время. То есть, по сути, поправьте меня, если я ошибаюсь, вот, но вы, значит, не имели как таковых отношений, то есть, вы, как, как таковых, именно, как таковых датов сближения и узнавания друг друга, не имели. Ну, опять же, повторюсь, все, да, поправьте меня, если я ошибаюсь, потому что, ну, мало ли, может быть, была какая-то другая история, вот. Судя по тому, что вы пишете, судя по тому, что вы пишете, можно предположить, можно предположить, что вы его в некоторой степени идеализировали, своего мужа вы идеализировали в некоторой степени, вот. И, ну, гражданскому мужу, это даже не мучает, именно, что гражданскому мужу, тут, как бы, отдельная тема, что вы, мы говорим о человеке, мы говорим о человеке, который не является еще вашим мужем. То есть, вы, вы пытаетесь, пытаетесь, условно говоря, менять того, кто, ну, не является еще вашим мужем, на данный момент. Вот. Поэтому, тут, конечно, тоже нужно заострить свое внимание. Дальше, значит так, ээээ, я в разводе от первого брака, у меня двое детей с ними, ну, а дети тоже сильно близко не подпускают, не подпускают. А из-за чего вы развелись, собственно, с первым... То есть, там у вас, ээээ, получается, тоже проблематика, какая-то была, ну, получается. Там у вас, получается, тоже, эээ, были какие-то сложности, там у вас тоже, получается, были какие-то, эээ, трудные, трудности, вот, и так далее. Если да, то, соответственно, очень важно ответить на вопрос, какие, какие были трудности, что они из себя представляли. Потому что, вполне вероятно, что вы, вы, выводов, вы адекватных не сделали. Вот. Дальше. Эээ, совместно, мы с ним живем 4 месяца, пишите вы, но вы, до меня 8 лет, он, эээ, жил с девушкой, эээ, с самой юности, вместе со своей мамой. Остальное время он был один, так и продолжал жить в водительском доме. То есть, человек, по сути, эээ, никогда не был, не был самостоятельным, никогда не жил самостоятельным, плюс вольная птица. Возникает вопрос. Есть вы, эээ, очень серьезно настроенная женщина, да, у которой есть, эээ, значит, ну, двое детей, которые, в общем-то, эээ, не понаслышки знают, что такое ответственность, да, не понаслышки знают, эээ, как это, быть ответственной за кого-то, ну, к примеру. Эээ, вот, и так далее. Но, при этом, есть мужчина, есть мужчина, ну, вот, эээ, ваш мужчина, который, который является, кхм, 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 полной вашей противоположностью. Этот мужчина абсолютно на вас не похож. В этом смысле. Возникает вопрос. Эээ, как же вы его тогда выбрали? Вот. То есть, вы пишите, что была любовь на расстоянии, а была ли это любовь? Вообще. Вот. То есть, он же вам, вас чем-то привлёс? Он же вам чем-то понравился? Вот. Вы же на него, эээ, как-то и почему-то обратили своё внимание? Вот. Ну, оно же, соответственно, начинать здесь, на мой взгляд, нужно именно с этого момента. С момента того, чем он вам понравился. С момента того, что, эээ, как он вам пришёлся, эээ, по-дущим. Вот. Понимаете, именно с этого момента нужно начинать. Потому что сейчас, сейчас, на данный момент, эээ, вы, эээ, по факту обвиняете его в том, что он вот такой, как он есть. Да? Вот. А не такой, какой вы хотите. Например, при этом полюбили вы его, именно за те его качества, которые у него были. Ну, вот, до того, как вы стали здесь вместе, к примеру. Вот. И здесь, конечно, очень важная история. Потому что, вполне возможно, что, вы, точнее, вполне возможно, что вас, эээ, привлекло в нём, именно, именно то, что, чего не хватает вам самой. Это некая такая вольность, некая такая свобода, и так далее. Вот. Конечно, я могу ошибаться, и, конечно, могу быть не прав, вот, здесь. Но, на мой взгляд, эээ, на мой взгляд, история, эээ, вполне возможна. Вот. То есть, подумайте, пожалуйста, над природой своих чувств к нему. Вот. Подумайте, пожалуйста, над, эээ, именно природой того, что вы к нему чувствуете. Это очень важный момент. Потому что любовь, это принятие человека. Принятие чувства человека, безусловно. Дальше. Эээ, так. Сама Боимба 33 года. Я понимаю, что, так, считанные устои у нас разные. Эээ, он, в общем, проблема, вот, в чём. Приказы, ссори, он езжет к маме, не может сидеть и поговорить. Ну так, если вы пишите, что понимаете, что устои у вас разные, то, вот, он так и привык. У него нет мотивации что-либо менять. У него нет мотивации как-либо, эээ, себя, значит, корректировать, там, доставлять, эээ, делать, эээ, ну, те или иные вещи. Ну, нет, в общем, нет мотивации у человека. Понимаете? Ну, нет мотивации. А вы его, вы его, эээ, соответственно, никак не мотивируете. Вы его никак не мотивируете на дождь, чтобы он вел себя по-другому. Почему? Потому что вы позволяете ему, к примеру, возвращаться. Вот. Вы позволяете, к примеру, ему возвращаться. К вам. Снова и снова. Ну, и, как, эээ, как ему заменяться в таком случае? В случае. Как ему в таком случае стать другим? Как ему в таком случае, эээ, подрослеть? Если, фактически, вы ему, эээ, не даете такой возможности дальше подрослеть. Потому что, чтобы подрослеть, да, нужно, условно говоря, ну, пережить опыт определенный, да, ну, негативный, либо, эээ, такой, эээ, ну, сложный опыт нужно, нужно пережить. Вот. Но вы же ему этого не позволяете, вы же ему этого не даете. Тот факт, что вы снова и снова принимаете его, тот факт, что вы снова и снова его принимаете, и говорит как раз о том, что он будет снова и снова так себя вести, снова и снова так поступать. Так, дальше. Эээ, по все время возвращается, как ни в чем не бывало, пробовал разговаривать с ним, обсуждал его детское поведение, и все равно набегает к маме. Ну, тут сложно не согласиться с, эээ, коллегой в том смысле, что вы ведете себя как родитель. То есть, по сути, получается его, да? Я думаю, что здесь необходимо менять позицию, позицию с, эээ, родительское, как вы говорите, детское поведение, это не детское поведение, это его поведение, на позицию взрослого. Вот. То есть, что это за позиция? По факту, к примеру. Что это за позиция? А, значит, взрослая, взрослая позиция, взрослая позиция, эээ, это позиция, эээ, значит, когда человек, эээ, вот, принимает то, что делает партнер и, эээ, принимая то, что делает партнер, позволяет себе делать то же, что хочет. То есть, партнер делает, что хочет, и вы делает, что хотите. То есть, хочешь ты уезжать к маме? Хорошо. Это, безусловно, твой выбор. Это, безусловно, твое решение. То есть, ну, ты, собственно, вправе, ты вправе. Убегать, убегать к своей маме, уезжать к своей маме. Вот. Если, ну, если, если тебе этого хочется, ты вправе это делать. Но скажи, пожалуйста, тогда, а как ты видишь нашу, например, дальнейшую совместную жизнь, если при любой ссоре, например, да, при любом конфликте ты будешь убегать? Допустим. Можно так сказать? Можно. Спросить. Не давить на человека, а именно спросить. Спросили. Посмотрели, что он вам ответил на это, и все. И дальше уже все, что вам нужно, все, что вам нужно дальше, это делать выводы. Делать выводы и самостоятельно, уже самостоятельно, выстраивать свое поведение в поведении. Вот. К примеру, вы можете сказать ему, что, дорогой, я знаю, что ты можешь, к примеру, уехать к своей маме, я знаю, что ты можешь меня оскорбить и, соответственно, уйти от, ну, от диалога, да, к примеру. Вот. Я тебя за это не виню, но меня такая ситуация не устраивает, поэтому в следующий раз, когда ты, допустим, так сделаешь, я, скорее всего, тебя не пущу, да, потому что я, ну, не могу тебе доверять, плюс именно дети. Вот. Я не могу на тебя положиться. Вот. Если я тебя не виню, ты можешь делать как хочешь, но для меня это неприемлемо. Извини, пожалуйста. К примеру. Вот. И всё. И всё. И всё. И это, в принципе, взрослая повиска. А так вы и его хотите, значит, как-то вот, видимо, ну, удержать. Вы хотите, вы хотите его как-то удержать, видимо. Вот. Вот. И чтобы он остался тем же вы хотите, вот. Ну и принимать его вы, на мой взгляд, да, не готовы тоже. Вот. Вы не должны этого делать. Вот. Поймите правильно, вы этого не должны делать. Если вам, ну, не хочется, да, то вы не должны. Вот. Просто за это нужно отвечать. Нужно отвечать за то, что вы делаете, за то, что вы выбираете. Вот. А пока, на данный момент, вы не отвечаете. Из-за этого вся проблема. Вот. То есть, вы никак не можете сделать выбор. Свой выбор. А выбор сделать очень важно. Потому что от этого страдают все. И мужчина от этого страдает, и вы от этого страдаете, да. Потому что, ну, вы живёте, вот. Постоянно. Как бы, постоянно нестабильны. Вот. Вот. В этот раз произошла такая ситуация, забрал вещи и уехал. Мама не хорошая, но её забота портит, как я так считаю. Может быть и портит, но это ваш мужчина, понимаете. Вот. Это ваш мужчина, и вам его нужно принимать. Я ещё раз повторяю. Вы либо принимаете его таким, как он есть. Либо нет. Потому что заук отношений, успешных отношений. Вот. Это именно, именно безусловное принятие. Если безусловного принятия нет, то будет всё очень печально в ваших отношениях. Будет всё очень грустно в ваших отношениях. И никто счастлив, по сути, и не будет. Вот. Поэтому, по поводу того, что предпринять и как вам делать, я в принципе вам и рассказал. А вот по поводу того, какие проблемы именно у вас, и что с субъективной точки зрения, то есть с точки зрения вашей личности, можно порекомендовать, да. Здесь уже вопрос касаясь ваших желаний. Что есть? Почему вы хотите, чтобы он подрослел? Вот. Для чего вам нужно, чтобы он это сделал? К примеру. Вот. Что вы понимаете под любовью? То есть как любовь проявляется, по вашему мнению? Как это такое любовь вообще? Вот. Значит, для чего вы хотите его переделать? По поводу чего возникают ссоры, то есть на очевидности, если мужчина, к примеру, не может, допустим, решать ссоры, да, он ведь может бояться, в теории может не знать, чего сказать и так далее и так далее, то, соответственно, лучше ссоры, ну, вообще ссор не допускать. Вот. Но вы почему-то ссоры допускаете. Как более сознательный партнер, я полагаю, что вы вполне можете не допускать вообще ссоры, чтобы их не было. Но вы этого не делаете. И вопрос у меня к вам именно такой. Почему? Почему вы этого не делаете? Вот. Это, вот как бы, такая вот история, такая вот история. Вот. Что-то у него есть чувство, я верю, но проблема в том, что каждый человек, он любит по-своему. И если, к примеру, вы любите таким образом, вот, что это одно. Он любит таким образом, это другое. Вопрос в том, делает ли это вам с обоих счастливее. Вот на мой взгляд, да, на мой взгляд, не делает, потому что, ну, то, что вы пишете. Вот и всё. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Значит, отдалитесь сейчас от своего мужа. Позвольте ему делать, позвольте ему действовать более свободно. Вот. И разберитесь с собой, да, то есть подрать это время для того, что буду добраться с собой. Почему вы ссорите, что вы делаете и так далее. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.